В футболе всегда существовали игроки, которые не раз подводили свои команды из-за собственного эгоизма. В моменты, когда одна передача может гарантировать забитый гол, они идут на откровенную авантёру, вследствие чего приводят партнёров в бешенство. Сегодня я расскажу о главных случаях эгоизма, которые встречались в футболе. Друзья, желаю вам приятного просмотра! В 2016 году во время матча Лиги Европы произошла стычка между футболистами Саутгемптона за право исполнения пенальти. Когда Чарли Остин самостоятельно заработал 11-метровый, из-за попадания мяча в руку футболиста пражской спарты англичанин и хотел исполнить этот удар. Но в эпизод тут же вмешался Душан Тадич. Сербский футболист встал рядом с Чарли и намеревался исполнить пенальти, но Остин был непреклонен в своём решении и лишь оттолкнул своего партнёра. Тадич был явно зол и не желал уходить. И тогда на помощь пришёл Вирджил Ван Дейк. Голландец что-то сказал сербу и максимально быстро увёл его за пределы штрафной площади. В итоге Чарли беспроблемно реализовал удар, а Тадич не был зол на своего партнёра. Ведь, как вы увидите дальше, некоторые игроки демонстративно не радовались успеху одноклубника. Героем следующего эпизода стал извечный соперник Леонеля Месси, Криштиану Роналду. Когда Манчестер Юнайтед проводил атаку в домашней игре против Вестхэма, англичанин Мэйсон Гринвуд, вместо того, чтобы отдать передачу на свободного португальца, решил пойти в дриблинг, вследствие чего потерял мяч. Роналду был буквально в ярости от этого поступка. Кстати, это уже не первый раз, когда Мэйсон жадничает и не даёт пас своим партнёрам. Как минимум два таких случая показывал в прошлых роликах. Также жертвой похожего эпизода Роналду стал в домашнем матче против Брайтона. На этот раз виновником стал Джейден Санчо. Англичанин прорвался по левому флангу, но вместо того, чтобы выкатить мяч под удар португальцу, Санчо решил пробить с острого угла, из-за чего манкунианцы так и не смогли отличиться в этой атаке. Ну а Криштиану, конечно же, был в ярости. Выступая за канадский Торонто, экс-нападающий Тоттенхэма Джермейн Дефо едва не подрался со своим одноклубником Жильберту за право исполнения штрафного удара. Англичанин сперва подошёл к бразильцу и вежливо попросил отдать ему мяч, но, получив отказ, начал агрессивно спорить. Дефо едва ли не стал вынимать мяч из рук одноклубника. В итоге Жильберту оказался куда настойчивее и не поменял своё решение, причём оказался прав. Бразилец нанёс эффектный удар со штрафного и доказал Дефо, что не зря брал на себя ответственность. Увидев мяч в сетке, настроение Дефо резко сменилось, и вместо угрюмого взгляда на его лице появилась улыбка. Он поздравил товарища по команде, и конфликт был замят. В выездной игре против Астон Виллы в этом сезоне полузащитник Челси Мэйсон Маунт очень небрежно спорядился ошибкой галкипера хозяев Эмилиано Мартинеса. Когда галкипер буквально подарил мяч англичанину, у него была возможность выкатить его на Лукаку и Хацена Удой, которые пребывали в более выгодной позиции для удара. Но Маунт проигнорировал эти опции и в итоге не попал даже в створ. Реакция партнёров говорит сама за себя. Игра в концовке сезона 2007-08 между Челси и Манчестер Юнайтед в АПЛ выдалась очень эмоциональной. Из-за поминок своей матери тот матч пропускал штатный пенальтист лондонцев Фрэнк Лэмпорт. Поэтому, когда синие во втором тайме получили возможность исполнить 11-метровый, за право удара разгорелся настоящий спор между Дидье Другба и Михаэлем Балаком. Всё дошло до того, что Ивуариец начал спорить с помощником главного тренера Стивом Кларком, но решение уже было принято. Балак без проблем обыграл Вандер Сара, оформил дубль и принёс Челси волевую победу. Друзья, если вы хотите подогреть интерес к просмотру матча, то с этим вам помогут мои партнёры OneX. Пополнение без комиссии, ставка без риска и вывод на любую платёжную систему. А самое главное, если вы регистрируете новый аккаунт и введёте промокод FOODLIFE, то сразу же получите 25 тысяч рублей на свой баланс. Так что не теряя ни минуты, заходите по ссылке в закреплённом комментарии и забирайте свой бонус. В ответной игре 1-8 финала Лиги Чемпионов против Мадридского Реала произошёл небольшой конфликт между Леонелем Месси и Марко Верати. Подобрав мяч в чужой штрафной, итальянец распорядился им не лучшим образом, в результате чего атака парижан сошла на нет. Этим был недоволен Месси, который считал, что Верати вполне мог отдать сложнейшую по исполнению передачу набегавшему аргентинцу. Ведь, как мы знаем, любая передача на ход Лео в большинстве случаев гарантирует пропущенный гол для соперника. Как бы там ни было, ПСЖ проиграл тот матч со счётом 3-1 и закончил выступление на турнире. Ещё один спор разгорелся между нападающими Эвертона, Ришарлисоном и Калвертом Льюином. Когда Ириски получили право на пенальти в выездной игре против Брайтона, его отчаянно хотел исполнить Ришарлисон. Но получив отказ, бразилец настолько вышел из-под контроля, что успокаивать его пришлось едва ли не всей команде. Когда Калверт Льюин всё же исполнил пенальти и успешно его реализовал, Ришарлисон хоть и пошёл праздновать со всеми, но на его лице в сюжет до сих пор виднелась тяжкая обида. В матче чемпионата Бразилии игрок Тупи Жажа эффектно убрал галкипера соперников и уже готовился завершить атаку в пижонском стиле. Но в конечном итоге ему помешал партнёр, который отправил мяч в сетку с самой линии, а затем ещё и отпраздновал в таком стиле, словно забил победный гол в финале чемпионата мира. Такое развитие событий не входило в планы Жажа, который был шокирован поступком товарища по команде, после чего у футболистов начался конфликт. Для пижона это будет уроком, что в лишний раз не стоит вести себя высокомерно по отношению к сопернику. Ведь, как мы видим, он явно остановил мяч с намерением исполнить какое-то издевательское завершение атаки. В матче группового этапа Лиги чемпионов сезона 2015-16 между Ливеркузенским Байером и Барселоной едва не разгорелась драка между игроками фармацевтов – Каримом Белараби и Чичарито. Но стоит признать, что этой потасовке предшествовало два эпизода. Сперва полузащитник проигнорировал мексиканца, и вместо того, чтобы отдать ему пас, сместился в центр и попытался ударить поворотом. Но в итоге попал как раз в Чичарито. Затем же Белараби сделал практически то же самое, и вместо передачи на выход нападающему буквально подарил мяч Терштегену слабым ударом по центру. Такое поведение, конечно же, не понравилось мексиканцу, который начал выяснять отношения с партнёром прямо на поле. В один момент показалось, что дело дойдёт до мордобоя, но, к счастью, всё обошлось. Во время игры группового этапа Лиги чемпионов против киевского «Динамо» талант Барселоны Ансу Фати проявил себя не с лучшей стороны. Когда у его команды была отличная возможность поразить ворота украинцев, испанец вместо того, чтобы выкатить на пустые ворота Бускетсу или Каутинио, попросту чиканил мяч перед вратарём, после чего решил пробить с разворота через себя и в итоге промокнулся, лишив синегранатовых отличного шанса на гол. Этот эпизод совершенно вывел из себя Роналда Кумана. Мало кто знает, но у Гонсало Игуаина и старший брат Федерико, который провёл практически всю карьеру, выступая за клубы на американском континенте. В период игры за Коламбос Крю аргентинец во время одного из матчей активно спорил со своим партнёром за право исполнять пенальти. В итоге победа была за Игуаином, который не упустил свой шанс и успешно реализовал 11-метровый. Одноклубнику ничего не оставалось делать, кроме как улыбнуться и поздравить аргентинца с забитым голом. А в этом эпизоде я не буду делать конкретных выводов и предлагаю взглянуть на произошедшее. Альваро Арбилоа за свою долгую карьеру забил всего пять мячей. Но один из них, который был отправлен в ворота Альмерии в сезоне 2014-15, вероятно пришёлся не по душе его одноклубнику по мадридскому Реалу Криштиану Роналду. После прострела от Чичарито защитник ворвался в штрафную и замкнул мяч в пустые ворота. Даже несмотря на то, что атаку уже был готов завершать Роналду. В итоге гол праздновала вся команда, но расстроенный португалец шёл к центру поля с недовольным лицом. А как вы думаете, действительно ли Криштиану был зол на Альваро? Или же всё так кажется в динамике эпизода? А вот следующий эпизод обернулся настоящим кошмаром для нападающего фулхома Абубакара Камара. Ради того, чтобы исполнить пенальти в игре против Хадерсфилда, который он сам же заработал, француз агрессивно растолкал всех партнёров и проигнорировал указания тренерского штаба. С горем пополам штатный исполнитель Митрович всё же доверился напарнику и подошёл к нему лично, чтобы поддержать. Всё бы ничего, если бы Камара не промахнулся с точки и не подвёл свою команду в тот момент, когда она могла заработать драгоценные очки в борьбе за выживание. Кстати, интересный факт. Спустя две недели, во время занятия йогой, Абубакар наехал на преподавателя, что не понравилось Митровичу. И на почве этого между футболистами произошла драка. В концовке прошлого сезона Челси Томаса Тухеля трижды обыграл Манчестер Сити в разных турнирах. Но если говорить об игре в чемпионате, то в ней горожане могли окончательно оформить чемпионский титул. Сначала подопечным Гвардиолу удалось даже открыть счёт. В концовке тайма Жезус обокрал Кристенсена и выкатил мяч на пустые ворота Агуэро. Аргентинец неудачно обработал мяч, из-за чего и подарил свой гол Рахиму Стерлингу. Нападающему это не понравилось, и по пути на свою половину он всё же высказал англичанину своё недовольство. Тем не менее, спустя несколько мгновений Агуэро вновь ждала неудачи, и он не смог реализовать пенальти, неудачно исполнив Паненко. Но Асити в итоге проиграл тот матч со счётом 1-2. Как мы видим, ради того, чтобы удовлетворить собственное эго, футболисты порой не боятся брать на себя ответственность даже в трудный момент. С одной стороны, это хоть и вредит команде, но с другой, именно это качество заставляет футболистов двигаться вперёд и сохранять голод к забитым мячам. Друзья, а какой эпизод больше всего впечатлил вас? Напишите свои варианты в комментариях. А также предлагаю напомнить мне о похожих моментах, которые я с удовольствием добавлю в следующем похожем видео. Друзья, если вы досмотрели видео до этого момента, то оно, вероятно, вам понравилось. И поэтому я хочу попросить вас подписаться на канал и обязательно нажать на колокольчик. Этим действием вы поможете продвижению канала и будете получать уведомления самыми первыми. Ну а на этом я с вами прощаюсь и советую посмотреть ролики, которые через несколько секунд появятся на экране. Субтитры сделал DimaTorzok